Я пришла с вами в свой любимый магазин Бизи Би Магазин Бизи Би Он в любую погоду И в любое время года Просто замечательный Давайте мы с вами пройдем Я вам покажу Здесь у нас рекламировали завоз Новое поступление цветов Всяких разных И в основном, конечно же, бегония Столько разнообразных сортов бегонии Я даже никогда не видела Скажу я вам по правде, друзья Субтитры сделал DimaTorzok Вот эти еще вижу какие-то цветы Тоже их очень много разноцветных Но я даже не знаю их названия Они по той же цене практически Но мне они не очень нравятся Я приехала Купить бегонию И хочу вам показать именно бегонию Кстати, вот это, по-моему Нет, это, наверное, все-таки не бегония Но до чего красивое Посмотрите растение Девятнадцать семьдесят пять Такой горшочек Очень красивый Ну, вы знаете, настолько мягкие Мягкие, тоненькие, кружевные листики Узнаете цветы? По-моему, они у нас тоже растут Во всех палисадниках летом А здесь шесть девяносто пять Вот такой куст Ну, и опять же Я хочу вам показать Бегонию Ну, может быть, еще мы не только бегонию посмотрим Все посмотрим, что нам понравится Вот, смотрите, георгины Так Вот, еще какие-то Необычные цветы Даже не знаю, что за цветы Двенадцать пятьдесят Такой горшочек Нет, я его не хочу Пошли смотреть бегонию Вот она опять, красавица наша Вот эти маленькие горшочки, видите Их, конечно же, можно выбрать Любого цвета И махровые, не махровые А потом пересадить в большой горшок По-моему, они будут чувствовать себя Очень неплохо Но у меня настолько разбежались глаза Что я даже не знаю Какой лучше И вот этот вот Ампельный Цветок Здесь я показываю вам Самые дешевые в маленьких горшочках Фунт девяносто пять А сейчас покажу вам Более крупные Вот по три девяносто пять Ну, видите, по идее Даже они Вот два девяносто пять Но он только У него разница только в горшке А этот за фунт девяносто пять Даже больше Вот, пожалуйста, три девяносто пять Да? Вот они опять эти ампельные У меня глаза разбегаются Вот еще бегония Два девяносто пять Она не цветущая Просто Очень красивые листья И дальше Вот она Бегония Меленькая Ну, такую, наверное Мы с вами все видели И как раз Именно к такой бегонии Я И привыкла И почему-то я думала Что только такая И бывает бегония Но оказывается Здесь Столько разных видов Ну, вот этого красавчика Я, конечно, точно возьму А вот из этих трех Я просто, знаете Уже у меня глаза разбежались Они все Фунт девяносто пять Вот эти три горшочка Я сначала взяла Вот этот белый Вот Но он, видите Он как бы уже Он не махровый Вот Вот этот розовый Великолепный махровый И вот белый Великолепный махровый Ну и какой же мне взять Боже мой Боже мой Посмотрите здесь По три девяносто пять Вот эти горшки Фантастика Посмотрите Ну вот Купить вот такой горшок Поставить его на стол В красивый Красивое кашпо Да и ничего больше не надо Да Представляете Ну вот они, я же говорю К сожалению Они очень хрупкие И ломаются Надо с ними быть Осторожнее Вот опять большой В огромном горшке Вот еще целый стол Маджестик Бегония Маджестик Это Ну как Как она по-русски То господи Фантастическая Нет, не фантастическая Ну Что-то Магнетическое Ой Как красиво Три девяносто пять Эти тоже все Ой Как красиво Вы только полюбуйтесь И желтые И розовые И снова огромные желтые Но эти огромные горшки Четырнадцать пятьдесят И вот опять Вот эти розовые Очень красивые Да Фантастик Только и слышно Отовсюду Зэсэс Фантастик 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и напоследок я хочу вам показать ещё, друзья, очень необычный и интересный магазин. Магазин, который здесь на набережной держит уже третье поколение одной семьи. Это набережная в Вентнаре. Я вам показывала много раз, что здесь у нас различные глины разных цветов. И вот здесь такая типа гончарная мастерская и заодно и магазин, в котором продаются вот такие вот изделия. Это тоже ручная работа всё, хендмейт, как называется здесь, керамика, вазоны, статуэтки, копилочки, даже там вот есть эти настольные лампы. Ну, в общем, огромное разнообразие. К сожалению, я не смогла разговорить вот этого хозяина, хозяина этой лавки, мужчину. Он всего лишь только мне сказал, что здесь уже третье поколение и в его семье дед, отец и он занимается, держит этот магазин и сами всё это изготавливают. Вам, возможно, будет интересно посмотреть. Ну, а на этом, друзья, сегодня моё короткое путешествие с вами заканчивается. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всего вам доброго, ещё увидимся. Пока-пока!